Витископ. Так, ну что, у нас известны все составы на следующий год. Макларен наконец-таки подтвердил то, о чем все уже давно-давно знали. Они подтвердили Алонсо. Теперь многие говорят, что это будет самая сильная пара пилотов. Хотя ты заметил такую тенденцию, что везде, где Алонсо, кто бы ни приходил в напарники, везде говорят, что самая сильная пара пилотов. Ну, там питание с массой остается. Ну, сначала, когда Алонсо пришел в Феррари к массе. Окей, окей. Поэтому у нас Макларен – это Баттон Алонсо, Мерседес у нас без изменений Хэмилтон Розберг. Ну, Ридбул, виходить, у нас наибольшь непредбачена пара. Мы от Рикарда увидели много хорошего в этом году. От него ждут, как минимум, такого же наступного. И это створит додатковый пресинг. Можливо, ему не вдастся себе так проявить на фоне Данила Квята. Но, взагалі, для команды начинается новая сторона у команды Ридбул наступного года. Я не думаю, что будет великий прорыв. Если он закрепляется хотя бы на этих позициях, это будет великий успех уже. Но, если смотреться на весь сезон, то я бы сказал, что, враховавши певные чутки, я бы дав прогноз на то, что Алонсо зможе выиграть хотя бы одну гонку из Макларен-Хонда. У Мерседеса має бути меньше перевага в целом. Так всегда было, когда регламент он остался стабильным на второй год, на третий. Все более-менее подтягиваются до схожих результатов. Мы уже в этом году видели квалификации очень щельные, где в топ-10 входило за пів секунды разрывы. Вильямсе без изменений. Ботас – масса. Я думаю, это будет одно из самых интересных соперничеств. Потому что в этом году относительно на равных. Масса, как всегда, выстреливала под конец сезона. Ботас начинал очень круто, очень фантастический и все не ожидали от него такого. Я думаю, что это продолжится и это продолжится еще в более равных условиях. Почему-то мне так кажется. Подивитесь на топ-5 команд. Выходят у нас Макларен, Вильямс, Редбул, Феррари и Мерседес. Тут в каждый такий склад пилотов, який можно назвать топ-складом. И не скажешь, что в кого-то слабший. Может, у Редбул может трошки слабший, но тут несподіванный фактор квята, которого почему-то все так поверили в команде. Мабуть, что-то знают. Потому что они так же чему-то дали Рикардо шанс замість Верня. Когда, казалось, Верня больше очок набирал и был более очевидным выбором. Но, как видите, они не прогадали. В команде хорошо знают, как работают пилоты. Это не видно из результатов на трассе, возможно. Но это точно знают инженеры. И именно поэтому, на первый взгляд, наибольший непереконливый склад Рикардо Квят, у нас з яскраво виделеним Рикардо и незрозумимым Квятом, может быть несподіванкой уроку. Я від цього склада чекаю, мабуть, найбільшого прогресу. А якщо подивитися на те, в кого склад найбільш збалансований, це, мабуть, Макларен, Хонда. Тут Алонсо, який закриває майже все. Батон, який закриває дощеві гонки. То, что в этом году не было дощевых гонок, они точно будут наступного року. Так часто буває. Едина проблема у Макларен-Хонда – кваліфікація. Алонсо никогда не был кваліфайером. Батон тим паче. І ось тут можуть виникнути проблеми. Ну, а Алонсо при этом хорошо стартує. Тут треба подивитися, що буде стартувати команда. Тому що у Феррарі хороша була система. Як потім показала історія, що і Вильямс хороша система побудували, і Маса показував старти. Ось те, що мені поки що для команди Макларен-Хонда не зрозуміло, як будуть кваліфікації проходити. Від цього залежить, як буде розвиватися гонка. Ну і взагалі там дуже цікаво кажуть, що дуже мощний мотор, але дуже ненадіжний. Саме тому, я думаю, що буде хоча б одна перемога. Десь зможуть зібратися вистрілити, але в питанні надійності. Ну що ж, ми бачили тести Рено минулого року, коли вони проїхали 11 кіл за перші два дні з Red Bull, але потім були одним із найнадійніших в кінці сезону. Тому, я думаю, Хонда теж розбирається. Тим більше Макларен має заводську підтримку Хонди. Я думаю, що там мотористи… Найголовніше, що у нас, судячи до цього, йде до того, що командам дозволять доопрацьовувати мотори протягом сезону. Пробили цю заборону в Рено і Ферері. Це буде і на користь Хонді, якщо у них будуть проблеми на початку року. І тому, я думаю, що до кінця сезону з надійністю усі розберуться більш-менш. Куда пійде Олонсо? Олонсо – червовий король.